У меня была очень смущная история. Перед погружением один мой приятель, начинающий достаточно фридайвер, который не очень глубоко ныряет, он мне задал такой вопрос. А что будет, если я под водой захочу кашлять или чихать? Со мной такого никогда не случалось, чтобы вдруг под водой мне захотелось чихать или кашлять. Как-то все-таки организм отстраивает эти процессы, такой проблемы нет. После этого у меня был достаточно глубокий нырок, и у меня не сработал будильник. Фридайверский компьютер, он дает спортсмену в какой-то момент сигнал, например, на определенной глубине. Например, я ныряю на 60 метров, у меня на 55 стоит сигнал, я его слышу, я знаю, что сейчас будет разворот. Разворот – это такой технический элемент, который надо сделать правильно, скажем так, без ошибок, плавно, резко, без лишнего напряжения. На больших глубинах неправильный разворот может привести к бра-травме, к обжиму трахеи или легких. Это не очень приятная ситуация. И у меня по какой-то причине, по-моему, батарейка села, у меня не сработал компьютер, и я расслабилась, и я, в общем, улетела и как-то повисла на лайнере, значит, в конце троса, сделал какое-то движение, и поднимаясь, я уже поняла, что я хочу кашлять. И я этого своего приятеля вспомнила нехорошими словами, сразу же думаю, как это. Вот, почему? Потому что меня немножко как бы раскрыло, и был легкий обжим трахеи. Это когда немножко рвутся капилляры в трахеи, соответственно, чуть-чуть крови поступает в гортань, то есть это бра-травма, это так не должно быть. Это я описываю прям экстремальную ситуацию, такого быть не должно. И, естественно, вот эта кровь, она вызвала желание кашлять. Это было очень смешно, то есть я вот разрывалась между вот этим негодованием при вспытии, и мне и смешно было. То есть это несложный для меня был технический нырок, ну, в общем, я всплыла от кашля, и сказала мастер, что я думаю про его способность с глазу и так далее. Субтитры сделал DimaTorzok